Привет! Как дела? Сегодня я расскажу немного печальную историю, которая произошла у нас с кроликом в той семье, где я работала няней с двумя тинейджерами. Это был мой последний английский дом, в котором я жила в качестве няни. Как я работала няней, я уже рассказывала, смотрите в этом ролике. Ну и про кроликов я тоже уже рассказывала, и сегодня как раз вот та история, которую я обещала вам рассказать. Всё началось с того, что у нас в семье появилось два новых кролика, которые были проданы как девочки. Но они немножечко подросли, и так как мы получили потомство из трёх кроликов, мы поняли, что это были девочка и мальчик. Как-то в один из дней, это были, по-моему, летние каникулы, я оставалась дома. У меня, кстати, на тот момент приезжала ко мне в гости мама и жила вместе со мной в моей комнате. Папа семейства разрешал мне привозить в гости маму, и мама довольно-таки часто путешествовала ко мне и жила у меня в комнате, ну, где-то раз в три месяца. И помогала мне по дому, помогала мне с детьми, и папа был, в принципе, не против. Обычно на летние каникулы я возила детей в спортивный клуб, но так как я в этот день не училась и не собиралась никуда выезжать, он попросил меня посидеть дома с детьми, ну, и, в принципе, на подхвате была мама, если мне вдруг куда-то надо было выйти. Мне не надо было с ними ничем заниматься, я просто должна была оставаться дома, сидела у себя в комнате, занималась своими делами, и мальчик и девочка занимались своими делами, и как бы на всякий случай на подхвате я должна была быть дома. И вот такой вот случай наступил. Мы сидели с мамой в комнате, о чем-то разговаривали, и вдруг я слышу бру-бру-бру-бру, какие-то ведра, что-то летело в тар-тарары где-то там в районе комнаты девочки. И я слышу такой резкий вопль. Анастейжа! Так произносится мое имя на английском языке. Анастасия, они произносят Анастейжа. Я просто, у меня глаза, наверное, на выкате было, мы с мамой обе перепугались, что произошло с девочкой. У меня уже побежали такие представления, куда ехать, в какую больницу обращаться, что она там сломала, или что вообще произошло. Меня так затрясло, заколотило, я прибегаю туда, она, оказывается, у нее из комнаты был выход в сад, где обитали кролики, и она там танцевала. Она любила танцевать. Ну, как танцевать? Любила крутиться вокруг себя, делала колесо. Мы часто ходили с собаками, когда гуляли. Она вот так вот тоже в парке там плясала. Вот как это было. 3, 2, 1, action! Continue! Вау! Cool! Я выбегаю в сад, смотрю, что происходит. Вижу девочку, у нее глаза просто испуганы, и она стоит тоже вся трясется. Я говорю, что случилось? Что у тебя болит? Что сломало? Что? Она показывает так вот вниз. Вот реально, у меня просто истерика началась, потому что я вижу, что человек полностью цел, ничего, она не валяется там где-то с выворочными руками-ногами. Она стоит и просто в жутком стопоре показывает вниз. Внизу прыгает кролик, маленький кролик, вот как раз из того выводка, который нам принесли два больших кролика. И отдельно лежит хвостик, его хвостик. Я просто, я сначала не поняла, я говорю, что случилось? У него хвостик отпал, я говорю, как отпал? Я, говорит, на него нечаянно наступила. У меня, видимо, просто такой пошел расслабон, что я начала реально смеяться. И смеяться вот таким вот истерическим смехом, я говорю, как наступила? Как такое может быть вообще? Он говорит, вот я тут крутилась, что-то танцевала, и нечаянно вот он мне под ноги попался, и я упала, ну как бы ногой, наступила на него, и он отпрыгнул, и хвостик вот отдельно остался лежать. И мы решили взять кролика, посмотреть, что с ним. Кролик, в принципе, ну может быть тоже был в шоковом состоянии, но у него не было даже никаких эмоций на мордочке, что ему больно или еще что-то. Но на всякий случай мы решили, я говорю, так, все, давай, спокойно, с тобой все нормально, давай займемся кроликом, посмотрим, что мы решили его промыть, ну посмотреть, что там у него под хвостом осталось, может быть какая-то открытая рана или еще что-то, но среди шерсти так и не нашли, что там произошло, крови не было, мы немножечко пошли в раковине его подмыли, и также я закапала прямо вокруг всей той местности перекисью водорода. Слава богу, мне мама часто привозила перекись водорода для того, чтобы я там смазывала ранки у собак или у меня какой порез, я сразу перекисью промокаю, чтобы не было никаких загрязнений и столбника. Столбника мне, кстати, делали укол, когда меня собака укусила. И маму белка кусала, об этом я уже тоже рассказывала, если не помните, смотрите в этом ролике. И в итоге, как бы, кролик, ну в принципе, вел себя адекватно, нормально, но только бегал без хвостика, а хвостик так и остался лежать там, в саду. Она потом подходит ко мне и говорит, а что мы скажем папе? Я говорю, ну скажем как есть, вот хвостик отвалился, ну наступило, ну нечаянно, ну такой вот инцидент у нас произошел, ну что теперь делать? Бегает же, живой, здоровый, вроде бы все нормально. Ну, говорю, понаблюдаем еще. Она такая, ой, ну чувствовалось такое, спасибо, спасибо, что ты помогаешь нам, бла-бла-бла-бла-бла. Так, ну ладно тебе, господи, это моя работа, это, ну это даже не работа, это, ну, просто помочь животному, который попал в беду, это как так и надо. В итоге вечером приходит папа и девочка попросила меня сообщить ему такую вот страшную новость, потому что она боялась, что он реально разозлится и что будет кричать на нее, что она там танцевала, что так не делается и так далее. Ну знаете, родители всегда строят своих детей, чтобы правильно себя вели. Ну, а тут, ну, никто не виноват, но так получилось. Бывают всякие случаи в нашей жизни. И, в общем, ну я так издалека начала, у нас вот сегодня произошла такая беда. Вот у кролика отвалился хвостик, ну, так нечаянно наступили, и он у него отпал. Говорит, как отпал? Ему же, наверное, больно. Наверное, надо его везти в ветлечебницу и усыплять. Тут я уже просто в слезы в град, говорю, зачем его усыплять? Он чувствует себя хорошо. Мы ему еще, по-моему, дали какое-то обезболивающее. Чуть-чуть прямо насыпали и так на ложечке с водой в рот закапали. Конечно, стресса, наверное, у кролика было много, но, по крайней мере, он неплохо себя чувствовал и не выглядел таким вот прямо жертвой. Я говорю, ну давайте хотя бы немножечко понаблюдаем за ним, что там, как он себя будет вести. Если ему будет плохо, то поедем и усыпим. Он говорит, ну ладно, хорошо. Кролика мы отбили. А тут он еще и заявляет, вот беда, я только что договорился с папой трех девочек, которые хотят себе кроликов. И вот у нас как раз три кролика, но вот один остался без хвоста и уже теперь не знаю, возьмут ли они их. Они решили выставить где-то там на Гам-3 или на eBay, попробовать продать этих кроликов, ну потому что нам приводок-то не нужен, нам и двух-то хватало. Вот. И кто-то позвонил, видимо, и сказал, что возьмут трех кроликов. Ну так, по 10 фунтов. И я говорю, ну какая разница с хвостиком, без хвостика, может быть возьмут все-таки. Но они, говорит, сегодня вечером придут посмотреть. Они, короче говоря, пришли. Меня не было дома, но пришли три девочки с папой. Маленькие, наверное, лет 5-6. И разобрали каждый по одному кролику себе. И что вы думаете, самым главным кроликом, которого больше всего хотели эти девочки, за которого они дрались, оказался кролик без хвостика. Вот так вот. Просто рассказали эту историю и оказалось, что девочки, ну и папа тоже пожалели. Сказали, да, да, возьмем никаких. И этот кролик был в семье самым любимым, потому что англичане такие жалостливые. Они очень любят ухаживать за обездоленными. И оказалось, что этот кролик был у них в почете. Ну вот такие вот они, эти англичане. Ну а сам хвостик девочка потом пришла ко мне, показывает и говорит, что мне теперь с ним делать. Я говорю, ну пристрой его куда-нибудь к ручке или просто повесь на память. Пусть высохнет немножко на солнышке. И в принципе ты можешь пользоваться этим хвостиком, как меховушкой. Так она сделала и повесила себе на лампу. Она у нее там висела на веревочке. Наверное, до сих пор висит там. Вот такая вот история произошла у нас с маленьким Баней. То есть кроликом. Пока на этом все. Не прощаюсь с вами. До новых встреч. Субтитры сделал DimaTorzok Добавил субтитры сделал DimaTorzok Добавил субтитры сделал DimaTorzok